Коллеги, рядом со мной спикер нашей деловой сессии Кира Байбакова, и тема была животрепещая и очень интересная. Здравствуйте! Здравствуйте! Буквально хочется в паре слов, какая тема сегодня поднималась? Тема сегодня поднималась о проблемах поставок мяса именно в ритейл, в рестораны. То есть у нас есть две проблемы, либо это сильно дорого и качественно, либо это в рынке, но качество поставщики, к сожалению, не выдерживают. Даже мы не можем сказать, что дешево и некачественно, да, получается? Да, это не совсем дешево, так скажем, то есть это в рынке такая цена очень хорошая, например, там компания Миратор, как бы это не дешевая компания, да, но качество, конечно же, очень страдает сейчас. Как так исторически сложилось, что у нас почему-то среднего сегмента, когда цена не такая высокая, при этом при всем качество соответствует как бы хорошей цене, вот почему вдруг этот сегмент перестал появляться у нас на рынке? Как говорится, спрос рождает предложение, то есть это, мне кажется, проблема в целом в России, то есть это не только с мясом связано, это связано со всеми продуктами. Честно, это нужно решать на каком-то правительственном уровне, потому что если глубоко в это копнуть, то есть как бы решение, оно есть, но этим нужно заниматься. То есть мы, бизнесмены, не можем это решить, ну никак. Нам остается только покупать либо сильно дорого, недополучать прибыль, из каких-то альтернативы, ну и так далее. То есть это единственное, что мы делаем сейчас. Получается, удорожание идет на всех фронтах и на этапе еще от корма мясных каких-то пород. Вот где-то вот конкретно какую-то одну проблему устранив, мы можем решить этот вопрос или в принципе проблемы у нас есть во всех сферах, связанные вокруг с мясным производством? Мне кажется, конечно же, решить можно, потому что сейчас есть замечательное направление, это биотехнология, то есть можно развить это, можно сделать микробиологический белок, нужно поработать над сыном, над сырьем и так далее. То есть уже важно, если мы говорим конкретно о мясе, что ест эта корова, где она, где ее выращивают, каким образом ее забивают, то есть влияет все. То есть если говорят, что кормят там зерновой от корма, что такое зерновой от корма? Это не просто зерно, то есть это зерно, и еще в котором есть куча всяких ингредиентов, примесей, которые добавляют, это витамины, там белки, углеводы, жиры и так далее. Соответственно, все эти ингредиенты, они сильно растут в цене, сильно растут в цене. То есть это нужно реально глобально решать эту проблему. А чтобы эти животные не болели, соответственно, их колют всякими антибиотиками, на генетическом уровне это влияет, соответственно, это влияет на нас, на нашу выживаемость и так далее, и уровень жизни. То есть говорить можно вечно, а решать нужно это все с головы, как говорится. Но панацея ли покупать просто максимально дорогое мясо и знать, что оно качественное? Или я так понимаю, что это тоже не панацея? Это тоже не панацея. То есть единственное решение конкретно для жителей, для тех, кто живут дома и так далее, хотя бы узнавать какие-то маленькие фермерские хозяйства и покупать у них. Но также не верить на слова, как-то поехать посмотреть, чем кормят, все-таки сделать какие-то анализы и так далее. Потому что зачастую, конечно же, обманывают все. И это большая проблема. Поэтому я выбираю больше фермерские хозяйства. Хорошо, что сейчас есть некоторые порталы, и сейчас создаются кооперативы, которые всех этих фермеров выбирают воедино. Потому что проблема фермеров в одном. То есть у них есть, например, 10 голов, но это вообще не объем. Если говорить про мировых лидеров, или даже про наших российских лидеров, у них может быть до 3 миллионов голов, например, скота. То есть, конечно же, как они будут с ними бороться? То есть, именно если домой, то это фермеры, я считаю. Получается, у нас раньше был курс от частного к общему. Мы считали, что какая-то огромная крупная фирма, которая постоянно дает одно и то же качество на территории всей страны, как бы это гарант качества этого продукта. То сейчас все же, наверное, нужно уходить от общего к частному, к каким-то частным фермам, где мы видим, как это растет животное, как его потом, наверное, нам забивают и так далее. Получается, видимо, все-таки нам теперь нужно как-то уходить к частникам, тем, кто рядом с вами, где-то недалеко делает свое производство. Да, совершенно верно. Потому что, к сожалению, большие мастодонты этого бизнеса очень сильно падают качества. Конечно же, их тоже можно понять, потому что они снижают себестоимость, потому что корм растет, все растет, и цена на мясо растет и так далее. То есть пока что фермеры, многие фермеры, они еще вот честны, и действительно каждую корову там чуть ли не массируют и не делают ей массаж. То есть есть такие люди, действительно честные, их просто нужно искать. Но это глобальная, конечно же, это проблема. Хочется прийти в магазин, в любой там, в перекресток, у вас бы к вкусу, и купить по нормальной цене нормальное качественное мясо, и не думать о том, что ты там, что-то с тобой произойдет лет через 10. Ну, я надеюсь, что покупатель в конечном итоге, он голосует рублем, и если мы все дружно поддержим наверняка честных, правильных фермеров, то и поголовье увеличится, и качество останется на нужном уровне. И надеюсь, что наши зрители нас услышат и тоже голосуют рублем, и мы получим качественный продукт за вменяемые деньги. Я надеюсь. Спасибо большое за интересное общение.